МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Смотрите, кто пришёл». Мало кто знает, что впервые джаз в нашей стране появился в 23-м году, в далёком 23-м году, практически 100 лет тому назад, когда в молодую Советскую Республику приехал диксилент. Приехало 40 чернокожих музыкантов, которые играли джаз, но такого слова джаз не было тогда даже и в Европе, никто не знал об этом, а уж про страну Советов и говорить нечего. Поэтому на афишах было написано прогрессивная музыка меньшинств американских, и вместо джаз было написано «жац». Вот именно так транскрибировали это слово, да вот так вот, побуквенно. Ну а сегодня, глядя на гостей в нашей студии, я могу только воскликнуть словами знаменитого режиссёра Бобби Фосса. «All that jazz», дорогие друзья! Сегодня мы говорим о джазе, и сегодня я приветствую в нашей студии двух музыкантов из квартета, самого настоящего джазового квартета, из Нью-Орлеана, это мистер Грегори Бойт и Александра, которые в этом квартете являются барабанщиком, ударником. «Калдорья, what makes your big head so hot? Girl, I love you, I love her just the same. You see, I'm crazy about that woman. Калдорья, isn't it? Вы побывали уже во многих городах в нашей стране. Как у нас публика воспринимает джаз? Я просто потрясён этим приёмом. Прежде всего, должен сказать, что у вас фантастическая страна, и люди в тех залах, в которых мы выступаем, они всегда прекрасно нас принимали. И главное, что они понимают музыку, которую мы исполняем. Все мы выкладываемся на концертах по полной, и люди чувствуют это, и это им нравится. На меня лично произвело глубокое впечатление американский фильм, который называется «Одержимость». Это фильм о джазе, и в частности о джазовом барабанщике. Поэтому, прежде всего, этот вопрос я адресую о Александра. Как вам понравился фильм, и согласны ли вы с тем утверждением, с тем плакатом, который висел на входе в студию в этом фильме, «Если ты не умеешь играть, иди играть рок-музыку. Если умеешь играть, то добро пожаловать к нам в студию». Я видел фильм «Одержимость» только один раз, но этого достаточно, чтобы составить своё мнение. Да, это кино о барабанщике, я тоже играю на ударных, но мне не понравилась сама идея фильма. Там люди приходят на репетицию, и их окружает атмосфера агрессии, которую просто излучает дирижёр. Не знаю, я с таким не сталкивался. В оригинале картина называется «Из-под палки». Так вот, я не встречал людей среди музыкантов, которые работали бы «Из-под палки». Что касается этого девиза, то и с этим я не согласен. По-моему, хорошие барабанщики есть и в джазе, и в роке, и в фолк-музыке. В любом стиле можно себя проявить и показать свою индивидуальность. Какой ваш любимый, например, барабанщик в рок-музыке? В детстве моим кумиром был знаменитый Ян Пейс из группы «Дип Пёпл». Сегодня я восхищаюсь барабанщиками, которые работают с группами прогрессивного рока. Тут для меня звезда первой величины – это Карл Палмер из трио «Эмерсон, Лейк энд Палмер». Это просто сногсшибательный ударник. Вас сравнивают с такими музыкантами, находят какие-то точки соприкосновения с такими музыкантами, как Лурид, Монг и Луи Армстронг. А кто для вас является, я бы сказал так, путеводной звездой? Если речь идет именно о джазовых композиторах, то для меня это Телониус Монг. Это действительно великий композитор, он всегда считался авангардистом, и в то же время он очень прост. Именно он открыл для меня дверь в весь остальной мир. Да, именно такой образ я вижу перед глазами. Когда я слышу его композицию «52-я улица», то у меня как будто широко раскрываются глаза, и я впитываю в себя все многообразие окружающего меня пространства. А вроде бы все сыграно очень просто. А если говорить о музыкантах, это, конечно, сложный вопрос, но я бы все-таки назвал Луи Армстронга, потому что это именно он привел джаз в мой дом, да и во все дома. Он суперзвезда. Начинал в беднейшем районе Нового Орлеана, а в итоге поднял джаз на невиданную высоту. Свои концерты он сделал настоящими яркими представлениями. Слышал на концерте, как вы поете каверы на какие-то песни Луи Армстронга. И для наших телезрителей, которые этого не слышали, можете вы это продемонстрировать прямо сейчас. Да, хорошо. Ты знаешь, что это значит, чтобы не забыть Нового Орлеана и не забыть каждое ночное и день? Нового Орлеана Нового Орлеана Нового Орлеана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, это возможно и порой необходимо, но в реальности достаточно сложно Один музыкант сказал, что в джазе не бывает фальшивых нот Как вы это понимаете? Все зависит от выразительности той музыки, которая звучит Джаз — это никогда не игра по нотам Если вам нужно создать определенное впечатление, нарисовать какой-то образ для слушателя То ноты, которые как бы сыграны не в той тональности или выбивающиеся из главной темы Никогда не помешают восприятию Джаз — это свобода И точно так же свободен тот, кто слушает джаз У каждого могут возникнуть самые разные образы И, может быть, именно неправильная вроде бы нота Поможет вам этот образ дополнить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не могу не вспомнить, дорогие друзья, нашего известного пролетарского еще писателя Максима Горького Который в свое время, побывав за рубежом Ну, как известно, он там долго жил, отдыхал, путешествовал Он сказал, что джаз — это музыка толстых И, в общем, как-то это выражение с тех пор приелось И у нас стали всевозможные интерпретации на эту тему выдавать Как-то сегодня он играет джаз и завтра родину продаст Ну, это то, что, так сказать, все знают Вспомните и фильм «Стиляги», который, в общем-то, достаточно точно показал атмосферу того времени Когда музыкант говорит главному герою Приходи ко мне Сейчас саксофон уже приравнивается к чуть ли не холодному оружию Приходи ко мне лет через десять Когда джаз будут играть в детских садах Вот тогда и поговорим Ну, джаз, допустим, в детских садах не играют Но фраза эта Максима Горького пришилась Мне интересно узнать, каково отношение к этой фразе моих сегодняшних гостей Толстые буржуи Ну, я могу сказать, что джаз – это действительно музыка для толстых фанк-пипл Для людей, которые любят потанцевать, хорошо провести время А ведь это любят не только богатые, но и рабочий класс Поэтому джаз – он для всех Если вы хотите отдохнуть, вы выбираетесь куда-нибудь на природу Включаете бип-боп, и вам хорошо Когда вы приходите после концертов домой, какую музыку вы слушаете? Или вы продолжаете слушать джаз? Когда тур длится долго, когда уже накапливается усталость после концертов И просто нет сил, я обычно слушаю классическую музыку Иногда включаю Шопена, именно такая музыка помогает мне расслабиться Потому что энергетики мне хватает на наших представлениях Короче говоря, я хочу постараться уснуть И подбираю для этого соответствующую музыку Ну а я очень люблю находиться в турах, разъезжать по городам Я обожаю свое дело, и даже после концерта я еще продолжаю гореть Во мне бушует энергия, я всегда ставлю себе что-нибудь ритмичное Неважно, или это джаз, или рок, или фолк Иногда я включаю русскую народную музыку У вас есть много таких бесшабашных тем и мелодий Которые можно иной раз и использовать Побывав в Нью-Йорке, я обратил внимание на то, что джаз там звучит повсюду И вот я последний раз выхожу из какого-то музея Метрополитного музея, если не ошибаюсь И стоит четверка, стоит квартет И они тут же на ходу, на улице, прямо поют Поют роскошно, на четыре голоса И себя чем-то подщелкивают И все, этого достаточно, это уже джаз Что такое в этом воздухе, что народ там так музыкальный, так любит Так может на ходу импровизировать Откуда это все? Все дело в давних традициях Но еще в том, что в больших городах у нас рядом живут разные сообщества Афроамериканская, итальянская, англосаксонская и так далее В каждом полно талантливых людей И живут они не замкнуто, общаются друг с другом Одна культура проникает в другую Ну и помимо этого, каждое сообщество хочет показать, на что оно способно Ну, как бы выпендриться перед другими, что ли Вот это народное творчество и выплескивается на улице Компания «Компания» «Компания» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Это великий Телониус Монг Его альбом «Мистериозо» В свое время просто изменил мою жизнь И, наконец, это гениальный Саксофонист Джонни Гриффин Их всех уже нет, но именно они повлияли на мое становление как музыкант У меня было время подумать, поэтому называю сразу Это прежде всего Сирил Невилл Он барабанщик и певец, совершенно фантастический музыкант Ему уже за 70, но он может показать класс Так получилось, что я работал в его коллективе Нью Орлеанс Бэнд Мне стоит послушать пару его пьес И я буду неделю ходить под впечатлением И обязательно назову Джонни Митчелл Это канадская певица, у нее есть Грэмми Она внесена в зал славы рок-н-ролла Но, независимо от этого, я просто обожаю все, что она сделала А сделала она для музыки очень много Окей Спасибо вам большое, дорогие друзья Спасибо за эту встречу Ну, а завершая ее Мне бы хотелось немножко перефразировать Ту самую известную фразу Максима Горького И сказать, что Джаз это не музыка для толстых или богатых Джаз это не музыка для бедных Джаз это музыка для умных У нас в гостях сегодня были участники квартета Руководимого Грегори Бойдом Спасибо 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 Спасибо